Здравствуйте, Анна Викторовна, тоже рада вас видеть. Здравствуйте, уважаемые слушатели, спасибо за ваше внимание. Меня зовут Журова Инна Александровна, я учитель-логопед высшей коллекционной категории, также являюсь руководителем службы социального сопровождения семьи с детьми. И сегодня мы с вами будем говорить о пуговицах, узнаем, как с их помощью можно организовать коррекционно-педагогическую развивающую работу с детьми дошкольного возраста. И одним из принципов государственной политики в области образования является свободное развитие личности, предусматривающая организацию обучения воспитанников дошкольных учреждений в игровой форме. Вся жизнь ребенка – это игра. Игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. И поэтому процесс обучения ребенка не может проходить без нее. Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные процессы, речь развиваются в детской игре. Как сказал Мишель де Монтенни, игры детей вовсе не игры, а правильнее смотреть на них, как на самое значительное и глубокомысленное занятие этого возраста. Перед педагогами стоит извечный вопрос, как реализовать образовательные задачи в игровой деятельности. В современном мире, который богат техническими новинками, мы перестали обращать внимание на простые вещи, которые могут быть многофункциональными. Например, обычная пуговица. В некоторых семьях экономные хозяйки хранят годами коробочки, полные пуговиц, бережно срезанных со старой одеждой. И интересно, задумывались ли вы когда-нибудь о пуговице, собираясь на работу, что вообще это такое? Пуговица от слова «пугать» – это засешка на одежде, других швейных изделиях, предназначенная для соединения ее частей. Пуговица на одной части одежды вдевается в петлю, находящуюся на другой части, и тем самым осуществляется застегивание. Вещь для нас привычная, однако стоит посмотреть на пуговицу повнимательнее, и тогда откроется немало интересного, а по час даже и фантастического, и захватывающего. Пуговица – как украшение и как застежки. В далекие времена пуговицы были дорогой и модной вещью. На одеждах богатых людей они были настоящим украшением из золота, серебра, драгоценных камней. Пуговица служила как опознавательный знак, и пуговица – очень важный материал для историков. По мундирной пуговице можно определить, к какому ведомству относился носивший ее чиновник, в какие годы он служил и в каких примерно чинах. Раньше у пуговиц было и магическое значение. Для этой цели в них помещали кусочек металла или круглый камешек, который при движении издавал звук. Способность издавать звук и превращал пуговица в обереги. И немножко буквально история. Наполеон потерпел поражение в войне 1812 года из-за губительного воздействия русского мороза на наполеоновских солдат. С них буквально падала одежда. Оловянные пуговицы крошились на морозе. При сильных морозах ниже минус 13-15 градусов по Цельсию олова переходила в порошкообразную модификацию. Пуговицы просто крошились. Когда пуговицы появились, их носили гораздо больше, чем нужно. Ведь чем знатнее и богаче был человек, тем их должно было быть больше. Известно, например, что французский король Франциск I как-то заказал ювелиру аж 13 600 маленьких золотых пуговиц для отделки лишь одного своего бархатного костюма. Указ Петра I, предписывающий пришивать оловянные пуговицы к обшлагам рукавов солдатских мундиров с внешней стороны, был полон тайного смысла. Пуговицы не позволяли солдатам по привычке после еды вытирать рукавом рот и нос. Так отучили солдат от дурной привычки, которая портила мундирное сукно. В наше же время это является бросовым материалом, широко используется в декоративных целях, панно, украшения одежды, подушек, сумок, шкатулок и так далее. А также в образовательных целях за счет изготовления развивающих пособий для дошкольников. Пуговицу можно использовать, чтобы завоевать доверие ребенка. Перебирание, передвигание и просто даже рассматривание пуговиц доставляет и детям, и взрослым огромное удовольствие. Играя с пуговицами разного цвета, формы, величины, у ребенка развивается не только мелкая моторика, но и речь. Ребенок становится более наблюдательным, работоспособным, повышается концентрация внимания, развивается логическое и образное мышление. Большое разнообразие пуговиц позволяет нам использовать их для коррекционных и развивающих игр по ознакомлению и закреплению таких понятий, как цвет, форма, величина. Упражняясь с пуговицами, ребенок развивает координацию движений, добиваясь точного выполнения. Развивает усидчивость и произвольность психических процессов. Развивает аудиальные, визуальные и кинестетические каналы восприятия. Так как упражнения выполняются в режиме «услышал, увидел, сделал». Нельзя недооценивать релаксационное воздействие на организм ребенка различных манипуляций с пуговицами. Желание ребенка бесконечно трогать, перепирать пуговицы. Тем более, когда-то этот предмет был для него запрещен. А как известно, нам запретный плод сладок. Игры с пуговицами приобретают все большую популярность среди педагогов дошкольных образовательных учреждений. Несмотря на свою простоту и доступность, они вызывают большой интерес у детей. И какова же цель использования упражнений, игр с пуговицами. Это интегрировать различные виды детской деятельности в развитие познавательных, творческих способностей детей, используя при этом пуговицы. И комплекс развивающих коррекционных, релаксационных игр и упражнений с использованием пуговиц носит название «пуговичная терапия». С помощью пуговиц можно решить множество коррекционно-развивающих задач. К таким задачам относятся развитие мелкой моторики, развитие восприятия наглядного образного мышления, логического мышления, пространственного воображения, внимания, памяти, формирование умения сравнивать и анализировать, формирование познавательного интереса, развитие умения ориентироваться в таких понятиях, как цвет, величина, количество, форма, развитие воображения, развитие речи. Разнообразие пуговиц позволяет использовать их для работы не только воспитателю, но и психологу, и дефектологу, логопеду для коррекционной работы и также для развития. Психомоторики – это мимика, моторика рук, координация движений, для развития сенсорной сферы, эмоционально-волевой сферы, релаксационное воздействие, здесь имеется в виду, произвольного внимания. Пуговицы можно широко применять в играх по коррекции коммуникативных навыков и речевых нарушений. Актуальность игр с пуговицами в рамках логопедии, в рамках развития речи – это развитие мелкой моторики, развитие устно-связанной речи, развитие грамматических категорий, развитие речевого дыхания, автоматизация поставленных звуков и развитие фономатического восприятия. Пуговичная терапия – просто применение. Манипуляции с пуговицами не образуют пыль, не вызывают аллергии, не пачкаются, ими нельзя порезаться или уколоться, поэтому они очень популярны в использовании. Пуговицы легко моются, обрабатываются так же, как и все пластмассовые игрушки в детском учреждении. А помощников, опять же, по мытью пуговиц много не искать, не упрашивать не нужно. Коррекционно-развивающие упражнения и дидактические игры с пуговицами можно проводить как целым занятием, так и включать в занятие, как его часть. Занятие можно проводить как в групповой, так и в индивидуальной форме. Это зависит от цели занятия, изучается новый ли материал или идет закрепление уже пройденного. И какие же правила пуговичной терапии необходимо соблюдать? Ну, в первую очередь, конечно же, игра должна приносить радость ребенку и взрослому. Ребенка нужно заинтересовать, а не принуждать к игре. Игры с пуговицами необходимо осуществлять в присутствии взрослого с целью безопасности. Чтобы почувствовать сравнительно сложные задания, прежде чем давать их детям, выполнять должен сам их взрослый. Оживлять игру следует сказкой или рассказом. Давать можно пуговицам имена, выдумывать, фантазировать, пока ребенка не захватит сам процесс преодоления трудностей, достижения желаемой цели. И, конечно же, хвалим ребенка. Без этого никуда. Для достижения эффективности игровой пуговичной терапии необходимо внедрение технологий педагогических действий. Это повышенное внимание к ребенку, постановка конкретного задания педагогам, расстановка акцентов в игре в соответствии с заданием, подбор предметов, хорошо знакомых ребенку. И выделяют различные виды игровой пуговичной терапии. И какие-то виды, их много, я буквально кратко. Игры, направленные на формирование сенсорных эталонов, игры на развитие пространственных представлений, на развитие зрительного и тактильного восприятия, на развитие произвольного внимания памяти, на развитие мелкой моторики, коммуникативных навыков, речи и тому подобное. Для детей старшего и подготовительного к школе возраста можно познакомить с историей изобретения пуговиц, рассказать об их видах, как это можно сделать. Ну, здесь знакомит воспитатель. Воспитатель проговаривает загадку. Одеваться соберёшься, без меня не обойдёшься. Знают взрослые дети, застегну я всё на свете. Что это? Дети отгадывают загадку. Педагог, конечно, да, это пуговица. У каждого из вас на одежде есть пуговица, есть помощница. Найдите свою помощницу и своих помощниц на одежде. Расскажите, какие они. Дети рассматривают пуговицы, описывают их. Далее педагог задаёт вопросы. Как вы думаете, для чего нам нужны пуговицы? Почему они такие разные, не похожи друг на друга? И далее уже прослушиваются ответы детей. Какие ещё виды застёжек вы можете знать? Дети перечисляют здесь кнопки, крючки, что ещё? Молнии, липучки, шнуровки и так далее. И далее уже педагог озвучивает. Откуда же пришла к нам пуговица? В далёкой древности люди делали себе одежду из шкур животных, набрасывали шкуру на плечи и обвязывали её вокруг пояса. Неудобна была такая одежда, движение затрудняло, распахивалось. Для скрепления одежды стали использовать кости животных и деревянные брусочки, которые продевали в дырочки. Шли века, люди научились прясть шерсть, делать ткань, шить из неё одежду, соответственно, изменились и застёжки. К одежде стали прикреплять просверленные камешки, на которые набрасывали петли. Со временем одежда становилась более разнообразной, сложной по крою и по сону. Появились разные ткани, лёгкие, воздушные, шёлковые, плотные, тяжёлые, шерстяные. Пуговицы в те далёкие времена были дорогой и модной вещью. На одежде богатых людей они превратились в настоящее украшение, золото, серебра. И такие пуговицы стоили дороже, даже чем само платье. На Руси делали пуговицы, клепыши, их так называли. Палочка из серебра обвивалась золотыми нитями до тех пор, пока на одном конце не получался шарик. Самые маленькие клепыши были с горошину, крупные размером с куриное яйцо. Одежду, застёгивающуюся на золотые и серебряные пуговицы, носили только богатые люди. Чтобы сделать пуговицы общедоступными, мастера стали использовать при их изготовлении дешёвые материалы. Дерево, кость, стекло, металл и так далее. Простые люди верили, что украшенные узорами пуговицы отгоняют злых духов, злые силы, выполняют роль оберегов, поэтому их и стали называть пуговицами от слова пугать. В Чехии, в городе Яблонец есть музей пуговиц разных эпох и стран. Кроме того, можно организовать для детей виртуальную экскурсию на фабрику пуговиц. О том, как создать свою виртуальную экскурсию, мы разговаривали на одном из наших вебинаров. Вы можете посмотреть в записи, это бесплатно на нашем портале в YouTube. И как можем мы использовать пуговицы в педагогической работе? С пуговицами можно делать красивые аппликации, использовать их в лепке, заполнять ими раскраски. Не обязательно причем их наклеивать на рисунок, можно выкладывать пуговицами верную дорогу, в лабиринтах, если играете с лабиринтами. Клейте из пуговицы мини-игрушки и даже делать украшения. Например, буса. Картинки из пуговиц очень интересны детям и для развития творческих способностей, образного мышления малыша вы можете выкладывать, предложить ему выкладывать из пуговиц цветочки, дорожки, домики, всевозможные узоры. Словом, буквально все, что подскажет ваша фантазия и фантазия ребенка. Очень также детям нравится выкладывать пуговичные узоры. Нам понадобятся для этого пластиковые тарелки и предлагается детям выложить на пластиковых тарелочках различные узоры, не используя каких-либо шаблонов. Или рисуем на листе бумаги прямые, волнистые, зигзагообразные. Предлагаем ребенку выложить по линии узоры из пуговиц. А можно выкладывать рисунки по контуру. С помощью пуговиц можно дополнять шаблоны. Заранее подготовьте шаблоны с рисунком с белыми пробелами на цветных участках, как на слайде. Дайте ребенку материал, попросите приклеить или просто наложить пуговицы нужного оттенка или размера на шаблоны, при этом дополняя их. Шаблоны вы также можете найти, пройдя по ссылке, которая уже выкладывалась, еще Татьяна Викторовна продублирует, чуть попозже, скачав материал дополнительный к нашему вебинару. Еще также с помощью пуговиц можно делать массаж стоп и рук. Благодаря массажу рук с помощью пуговиц мы активируем так называемый мануальный интеллект, стимулируя кончики пальцев, рук и ладони. Таким образом происходит активизация сенсорно-моторных функций, необходимых для успешного взаимодействия с окружающим миром. Заполните просторную коробку пуговицами, желательно, чтобы пуговиц было много. А теперь совместно с ребенком опустите руки в коробку, поводите ладонями по поверхности пуговиц, захватите пуговицы в кулаки, чуть приподнимите, разожмите кулаки, погрузите руки глубоко, скажем так, в пуговичное море и поплавайте, грубо говоря, в нем. Перетирайте пуговицы между ладонями, пересыпайте их из ладошки в ладошку. Сначала одной рукой, потом другой рукой, затем обеими руками захватите щепотку пуговиц, отпустите, берите в руки по одной разнообразной пуговице, большую, квадратную, вытянутую, гладкую и прочее. Перекатывайте ее между ладонями, постепенно увеличивая амплитуду движений. И те же движения можно произвести внешними сторонами ладони. Движения можно сопровождать стихотворным текстом. Например, возьми щепоткой. Ребенок накрывает ладошкой пуговицы, которые лежат горкой, набирает их в щепотку, раскладывает в ряд, произнося текст, а потом считает пуговицы. Затем это упражнение делается другой рукой. И стихотворный текст такой. Пуговки лежат горою, я ладошкой их накрою. Нужно их в щепотку взять, разложить и сосчитать. Можно предложить ребенку игры, например, игра «Мы рыбаки». Отправляемся на рыбалку в пуговичное море. Наши руки помогут нам ловить рыбку. Пуговку опусти руки в пуговичное море и вылови рыбку. Рыбенок берет любую пуговицу. Какую рыбку ты выловил? Большую или маленькую, гладкую или шершавую, круглую или квадратную? Какого цвета твоя рыбка? Она легкая или она тяжелая? Теплая она или холодная? Теперь мы положим улов в ведерко, закроем глаза, опустим руки или руку в ведерко и найдем свою рыбку. А теперь перемещаем коробку на пол и в емкость, где находятся пуговицы, погружаются стопы. Ребенок совершает шагательные движения, сидя перед емкостью с пуговицами. В качестве усложнения такие шаги может совершать стоя, но при этом ему будет нужна поддержка, поскольку шаги могут быть неустойчивыми. Производите круговые движения стопами, глубже погрузите ноги в пуговицы, пошевелите пальцами ног, перебирайте пальцами ног пуговицы, перетирайте пуговицы между ступнями, захватывайте пуговицы пальцами, приподнимайте, разжимайте их. Что еще? Опустив ступни в емкость с пуговицами, ребенок как бы сверлит ямку пятками, а потом наоборот, собирая пуговицы все вместе пятками, малыш делает горку или холми. Можно смастерить массажный коврик. Вариантов очень много. чем полезен вообще такой коврик тренажер? Формирует детям правильный свод стопы, улучшает кровообращение, обменные процессы в ногах, помогает уменьшить или вообще вовсе даже избежать плоскостопия, стимулирует и улучшает сердечно-сосудистую деятельность, воздействует на рефлексогенные участки стопы, влияет на биологически активные акупунктурные точки, стимулируется работа иммунитета, разрабатывает и имеет положительное воздействие на опорно-двигательный аппарат и прекрасно помогает в развитии вестибулярной системы. Делается такой коврик из ткани, утеплителя и пуговиц. Нашиваются пуговицы разной величины на ткань края обрабатываются. Отлично массажный коврик получается с обильно нашитыми пуговицами разной формы, величины, фактуры. Опять же, вариаций очень много и чтобы изготовить шедевр достаточно просто желания, терпения и небольшой фантазии и полезный тренажер для стоп уже будет готов. Он не только станет красивым элементом декора, но и полезным помощником и пользоваться им можно не только детям, но и даже взрослым. Игры с пуговицами конечно же в первую очередь все-таки направлены на развитие мелкой моторики. Буквально все игры будут развивать мелкую моторику. И хочу продемонстрировать некоторые игры. Например, поднимание пуговиц с помощью двух пальцев разных рук переложить пуговицы из коробки на стол. При этом в процессе должны участвовать все пары одноименных пальцев обеих рук. Сначала указательными пытаемся, потом средними, безымянными, мизинцами и так далее. В качестве усложнения будет это сочетание в парах разные пальцы обеих рук. Например, пара указательной правой руки и мизинец левой руки. Ну и так далее. Еще также, например, игра на время. Можем то же самое сделать, усложнив это игрой на время. Кто за определенное время соберет больше пуговиц. Следующая игра называется «Расти пальчик». Большим пальцем двигаем пуговицу по фаланге пальца. Идем от ногтя к ладони и обратно, заставляя расти каждый пальчик. В качестве усложнения выполнения упражнения двумя руками одновременно. И кто быстрее? Положите пуговицу на указательный палец ребенка. Задача его товарища будет в том, чтобы переложить пуговицу на свой палец без использования других. И будет проигрывать тот, кто уронил в итоге предмет. Если детей достаточно много, можно разделить их на команды и устроить соревнования. Или, например, игра «Передай пуговицу». Передаем пуговицу из рук в руки по кругу. В качестве усложнения меняем способ передачи пуговицы. Веселая змейка. Для этой игры берем пуговицы с крупными дырочками и прочную нитку или леску даже предлагаем ребенку нанизывать пуговицы на нитку либо на леску. Нанизывая пуговицы шнурок можно тоже взять. Нанизывая пуговицы ребенок будет чувствовать пальцами различные фактуры. Одновременно при этом стимулирует тактильные рецепторы. Маленьким модницам обязательно понравится браслет или ожерелье которое получится из пуговиц. Развитие мелкой моторики способствует застегиванию и расстегиванию пуговиц. И здесь может прийти нам помощь развивающий коврик или книжка с пришитыми пуговицами на которые можно что-либо пристегивать. Можно сделать вариации например в виде паровозика и вагончиков или елка и елочные игрушки и так далее. Цветы можно например полянка цветы цветы например листочки грибы на полянке можно пристегивать и так далее. Очень много вариантов. Шнуровки что нам понадобится нитка пуговица и схема шнуровки одна из схем перед вами на экране. Задача каждого игрока нанизать на нитку пуговицу таким образом чтобы нитка проходила через все дырочки соответствовала заданному рисунку. Показывайте какой именно рисунок нужно воспроизвести. Следующие игры с пуговицами которые будут направлены на формирование и закрепление сенсорных эталонов. Для самых маленьких можно изучать разные пуговицы металлические пластмассовые гладкие шершавые и так далее. Находите в общем наборе пуговиц самую большую самую маленькую раскладывать по размерам их по пучкам например также можно раскладывать по пучкам по цвету считать в них количество дырочек и так далее. Игра например домик для пуговиц понадобится пуговицы разного цвета контейнер с ячейками где на дне ячеек цветные кружки ориентира взрослый предлагает детям разложить пуговицы в домике по цветам и ребенка просит назвать цвет выбранной пуговицы или например игра поймай рыбку нам понадобится таз с водой с очки и пуговицы даем ребенку сачок просим его выловить только красных например рыбок красные пуговицы понятно берем потом например только желтых рыбок нужно выловить и так далее для деток которые уже учат счет можно усложнить задачу например поймать три красных рыбки а затем две желтых рыбки и тому подобное еще тоже хороша игра сортировка пуговицы прекрасно для этого подходят для сортировки вместе с ребенком отбирайте только самые крупные пуговицы или напротив пуговицы малютки когда ребенок подрастет уже начнет считать отбирайте пуговицы с различным количеством дырок на них пересчитывайте и так далее с пуговицами также можно формировать пространственные представления каким образом например игра назови соседей для этого берем лист бумаги на котором хаотично расположены пуговицы разного цвета и здесь несколько вариантов игры первый вариант педагог просит показать пуговицу или назвать цвет пуговицы находящийся справа от какой-то пуговицы находящийся от какой-то пуговицы слева от какой-то пуговицы и так далее и второй вариант педагог просит назвать цвет или показать пуговицу которая находится в правом верхнем углу в левом нижнем углу в центре листа и так далее с детьми можно играть в пуговичный диктант что это такое очень кстати детям нравится они в восторге всегда просят меня чтобы мы с ними поиграли в эту игру и так перед детьми лежит лист бумаги набор пуговиц разного цвета педагог дает инструкции а дети выполняют в быстром темпе достаточно быстрый темп даем например красную пуговицу положить в левый верхний угол желтую в центр листа и так далее после выполнения задания дети могут проверить правильность выполнения вы можете предложить им готовый вариант и чтобы они сравнили следующее это пуговичное ожерелье понадобится миска с пуговицами и предлагается давай сделаем ожерелье для мамы возьмем самую большую пуговицу она будет у нас в центре ожерелья теперь выбери красную пуговицу положи ее слева и так далее и можно нанизывать пуговицы на леску на шнурок что есть под рукой у вас дальше следующая игра сделай по образцу ребенку дается шаблон согласно которому ему на листе нужно расположить пуговицы в соответствующем порядке в верхней части слайда несколько вариантов расположения пуговиц вы можете скачать презентацию воспользоваться этим слайдом вырезать и использовать в своей работе в нижней части у нас шаблон на котором дети должны будут расположить пуговицы в соответствующем порядке можем тренировать память с помощью пуговиц и здесь какие игры можно предложить например запомни и повтори даются две карточки разделенные на 9 квадратов и два набора пуговиц 18 штук по парам одинаково один игрок ведущий он раскладывает на своем поле несколько пуговиц второй игрок запоминает затем поле накрывается платком и второй игрок на своем поле должен разложить пуговицы так же как и у ведущего сначала можно тренироваться на небольшом количестве то есть вы здесь смотрите конечно исходите из индивидуальных особенностей детей постепенно добавляя можем развивать логическое мышление с помощью пуговиц и первое здесь упражнение это логические задачи нам понадобятся плоские пуговицы разных цветов и размеров предлагаем ребенку выкладывать пуговицы в определенной последовательности опять же последовательности будут разные вы исходите из индивидуальных возможностей особенностей ребенка как пример большая маленькая большая маленькая и тому подобное красная синяя красная синяя красная синяя зеленая красная синяя зеленая или одна красная две желтых одна красная 2 желтых. Игра «Найди лишнюю пуговицу». Понадобится 5 пуговиц, одна из которых отличается по цвету. Педагог выкладывает в ряд 4 пуговица одного цвета и среди них кладет одну пуговицу другого цвета. Предлагается ребенку убрать лишнюю пуговицу или заменить ее на нужную по цвету. Можно разложить пуговицы одинаковые по размеру. Например, большие красные и среди них одну маленькую красную пуговицу. Предложите выполнить то же самое задание. Поскольку я логопед, то необходимость в разработке составления картотеки упражнений с пуговицами назрела в процессе моей работы с детьми, имеющими различные речевые нарушения. Сейчас все больше детей встречается, у которых нарушено формирование всех компонентов языковой системы. Это и лексика, это и грамматика, это и связная речь и звукопроизношение. Недоразвитие всех компонентов речи у детей сопровождается недостаточной регуляцией мышечного тонуса, неточностью двигательных дифференцировок, наблюдается истощаемость всех психических процессов и выражена моторная неловкость. Какие игры мы можем еще предложить? Игры направлены на развитие коммуникативных навыков. Здесь предлагается игра «В какой руке пуговица?» Подходят для детей от полутора до двух лет. Пуговицы разных оттенков, размеров, формы. Возьмите одну пуговицу, покажите малышу, а потом зажмите ее в своей руке и спросите, «В какой руке у меня пуговица?» Пусть ребенок угадает, в какой руке где у спрятана пуговка. Эту игру можно также использовать в работе в парах с подгруппой детей. Следующая игра «Забей гол ворота». Понадобится крышка от коробки, из-под обуви. Рисуем футбольное поле. Ворота можно слепить из пластилина. Или делаем из маленьких коробочек. И понадобится еще пуговица. Два игрока щелбанами отправляют по очереди шайбу, то есть пуговицу ворота друг друга. Можно еще использовать коммуникативную мозаику. Понадобится пуговица разных оттенков. Нужно распределить пуговицы между детьми, если это групповая работа идет. Из всех имеющихся пуговиц выложить на столе коллективно сказочный цветок, или можно животное, или можно машину и так далее. Нужно использовать все пуговицы каждого члена команды. А затем уже рассказать, что изображено. Дети сами могут определить, кто будет рассказывать о своей команде, о своем командном цветке. И помимо этого каждый имеет возможность высказывать свое мнение и положить свою пуговицу. То есть внести свой вклад в общее дело. Каждый ребенок должен выбрать самую красивую, по его мнению, пуговицу и вместе с командой сложить определенный узор. Можно использовать уже готовые шаблоны, они есть в продаже, либо придумать свой вариант. Как я уже отмечала ранее, с помощью пуговиц можно организовывать игры, направленные на развитие всех компонентов речевой системы. Например, при автоматизации звука. Берем, опять же, тоже в качестве примера автоматизацию звука р в слогах. Повтори столько слогов ра, либо ро, либо ру, ры, ре, сколько желтых, розовых, зеленых, синих и так далее пуговиц. Слоговые цепочки используются с любым изучаемым звуком. Или игра «Назови картинки». Тоже можете скачать презентацию и воспользоваться этими шаблонами. Ребенку предлагается назвать картинки, положить на соответствующую картинку пуговицу. То есть называет и кладет пуговицу. Либо педагог на картинке кладет пуговицы разного цвета. Ребенку необходимо назвать картинку под красной пуговицей. Или, например, под синей пуговицей. Тут еще и пространственные представления заодно включая. Люблю очень такие многофункциональные задания, чтобы мы не сидели над одним чем-то, да, а по максимуму охватывали. Следующая игра «Божья коровка». Тоже как пример. Автоматизация звука «Ж» в начале. У божьей коровки не хватает пятнышек, не хватает глаз. Предлагается ребенку украсить ее пятнышками, назвав картинки со звуком «Ж». Жаба-живот, ну и так далее, жилет и тому подобное. Картинки перед вами на слайде. И по такому же принципу можно автоматизировать и другие звуки. Игра еще, например, «Сокровище». Данная игра проводится с различным набором мелких игрушек, пуговиц, на автоматизацию заданного звука в слогах. Продаются пуговицы в виде различных изображений, различных предметов. Я заказывала, честно скажу, на Алиэкспресс. Вот, поэтому посмотрите, они, может быть, и здесь у нас в продаже есть. И предлагается детям, у меня есть сундучок с сокровищами среди этих пуговиц. Найди игрушку, игрушки, например, ну что-либо, и назови их правильно. Следующее у нас, это четвертый лишний. Предлагается назвать все картинки, выбрать лишнюю картинку и положить на нее пуговицу. Пуговицы в играх детей с речевыми нарушениями могут быть применены для развития дифференцирования звуков, а также закрепления навыков звукового анализа и синтеза. В играх с пуговицами можно начинать изучение букв, чтение отдельных слогов и слов, коротких предложений. Еще тоже хочу предложить вашему вниманию игру. Называется «Лабиринт». Ребенок, проходя по лабиринту, передвигает пуговицу и называет соответствующую картинку. Тоже можете воспользоваться этой картинкой. Следующие игры направлены на развитие фономатических процессов. И первая игра здесь – это «Цветочная поляна». Формируем навыки фономатического анализа. Предлагается заполнять недостающие части на цветах. Камешек или пуговицу положить тогда, когда назовешь правильно первый звук в слове. «Аист» – какой первый звук «А» и так далее. «Сом», «С» и по тому же принципу слова подбираются любые. Следующая игра – это «Жираф». И что здесь? Тоже формируем фономатический анализ. У жирафа не хватает пятнышек. Украсим его пятнышками, назвав последний звук в слове. Предлагаем набор слов. Дом, кит, стол, автобус. Слова и картинки можно подобрать абсолютно любые. Следующая игра называется «Услышь звук». Ребенку предлагается услышать слово и выложить на схеме позицию заданного звука в слове. Также выкладываем позицию с помощью пуговица. Игра «Чудесный мешочек». Ребенок достает из мешочка пуговицу зеленого, синего или красного цвета и придумывает слово на заданный звук. Синий цвет – значит, слово должно начинаться на твердый согласный звук. Красный – значит, на гласный. Зеленый – мягкий согласный звук. Игра буквы. Ребенку предлагается с помощью пуговиц сделать звукобуквенный анализ слова по схеме. Пуговицы выкладывать по картинкам или под буквами. С какого звука начинается слово? Гласный он или согласный? Какие еще слова можно придумать с этим звуком? На каком месте находится звук, заданный в начале, в середине или в конце? Сколько в слове гласных, сколько согласных звуков? Пуговицами можно выложить заданную пуговицу по контуру, а можно и без контура. Следующее упражнение – исправлялки. Дается изображение буквы. Ребенку необходимо доделать недостающие элементы буквы из пуговиц и вслух с помощью педагога назвать оппозиционные звуки речи. В целях совершенствования умения делить слова на слоги хочу также предложить игру «Гроздь винограда». Нужно на веточку прикрепить ягоды винограда – синего, зеленого, черного, фиолетового цвета. Здесь на выбор ребенка. Взрослый показывает картинку и называет слова, а ребенок делит слово на части, то есть на слоги. И на веточке винограда ищет маленькую веточку из нужного количества слогов. Одна маленькая веточка – слово из одного слога, одна пуговица. Две веточки – слово из двух слогов, две пуговицы и так далее. И какие слова можем предлагать? Нос, пляса, коса, стул и тому подобное. Важным аспектом в дидактических играх с пуговицами можно считать развитие лексики и грамматики. На этом этапе ребенку необходимо научиться использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы в словах, изучить антонимы, то есть выявить противоположные слова, синонимы, схожие по смыслу слова, уметь объяснять переносное значение празеологизмов и других устойчивых выражений, подбирать к существительным прилагательным, объяснять логические связи и тому подобное. Игры, которые будут направлены на обогащение словарного запаса. Тоже воспитатели же это могут использовать, поскольку воспитатели тоже работают над обогащением словарного запаса. И цель первого упражнения здесь это пуговичная копилка, цель закрепления обобщающих понятий, развитие мелкомоторики, связанной речи, пневматического слуха. Понадобится пластиковая емкость с прорезью на крышке по типу копилки и пуговица. Взрослые просят ребенка назвать несколько слов, объединенных одним обобщающим понятием. Например, назвать насекомых. Каждая пуговица, брошенная в емкость, это одно слово. Чем больше насекомых назовет ребенок, тем полнее будет копилка. И это пособие можно также использовать для автоматизации поставленных звуков. Следующие это игры, направленные на развитие грамматического строя речи. Первая игра здесь чудесный мешочек. Ребенок достает пуговицу любого цвета из мешочка и соотносит цвет пуговицы с предметом. Участь при этом правильно согласовывать слово предмет и слово признак. Например, достал зеленую пуговицу. Следующая игра «Назови ласково». Предлагаем помочь мультипликационному персонажу, как пример тоже на слайде перед вами, добраться до домика, построив дорожку из пуговиц, называя при этом слова уменьшительно-ласкательно. Например, фонарик, столик, домик и тому подобное. Следующая игра «Варенье для пуговиц». Нам понадобятся пуговицы и макет банки. Рассматриваем пуговицы, представляем, каким фруктом или какой ягодой может быть красная пуговица, желтая пуговица, зеленая, оранжевая, фиолетовая. И затем складываем их по одной в баночку и просим ребенка проговаривать, какое варенье получится из каждого названного фрукта или ягода. Например, из клубники клубничное варенье, из слива сливовая и так далее. Также игры направлены на совершенствование связной речи. Что здесь мы можем использовать? Например, сочинялки. Выложить пуговицы в рамочку в произвольном порядке. Составить рассказ. Например, пуговицы лежат так, желтая, красная, синяя, зеленая, оранжевая. И рассказ может быть таким. То есть мнемотехнику используем. Рассказ может быть таким. Светило желтое солнышко. Маша в красном платье пошла в лес. Там она увидела синюю речку. Переплыла она через речку на зеленой лодочке. Вдруг видит, растет оранжевая морковка. Сорвала ее, помыла и съела. Это как вариант. Можно придумать продолжение сказки «Любопытные гусеницы». Предварительно рассказать о том, как гусеница превращается в пуколку, а потом в бабочку, чем питается. Затем обратить внимание, что гусеницы ползут к норкам. Далее идет работа с пуговицами. Дети подбирают пуговицы определенных цветов и размеров. Считают и украшают гусеницы. Придумывают продолжение сказки. Например, жила-была маленькая гусеница. Она знала, что однажды станет прекрасной бабочкой. Но время шло, шло. Все ее подружки уже давно порхали над цветками. А бедная гусеница никак не могла превратиться даже в куколку. И далее продолжение придумывают сами дети. Аналогично по сюжету любой иллюстрации придумывается и обыгрывается сказка. И хочу предложить вашему вниманию книгу Карпеевой. Она также будет в... Все, мысли потеряла к концу вебинара. Заговорилась. Можете пройти по ссылке, скачать материалы. Среди прочего материала будет как раз-таки эта книга. Развитие речи младших дошкольников. Упражнения с пуговицами и дидактические игры. Материал, представленный в пособии, подобран на закрепление полученных детьми знаний в процессе непосредственно образовательной деятельности. В соответствии с лексическими темами. С учетом традиционных инноваторских взглядов на развитие речи дошкольников трех-четырех лет. И новизна материала в этой книге заключается в попытке обобщить и систематизировать игры. Упражнения с пуговицами в сочетании с дидактическими играми и упражнениями, направленными на формирование лексико-грамматических представлений. Дифференциации родовых понятий. Освоение грамматического строя. Увеличение активного словаря, двигательной активности, темпа, ритма речи, коррекции психических процессов. И буквально быстренько, времени уже немножко, картинка оттуда. Цель. Берем лексическую тему овощи. Предлагается прослушать стихотворение. И потом рассказать, о чем в нем говорится. У Лариски две редиски, у Сережки сорванца два зеленых огурца, а у Ловки две морковки, да еще у Петьки две хвостатых редьки. И педагог задает вопрос, о чем говорилось в стихотворении. Педагог задает наводящие вопросы, чтобы дети перечисляли овощи, о которых говорилось в стихотворении. И параллельно с называнием овощи педагог достает картинку с ее изображением. Также спрашивается, дети, как все это назовем одним словом? Овощи. Кто может назвать овощи, которых нет на картинке? И дальше предлагается, ну то есть идет обсуждение, это все стандартно, традиционно. И дальше заполнение пуговицами пустого пространства. Вариант на слайде есть, книги найдете, как раз подберете в соответствии с той темой, которую изучаете. Дальше спрашиваем, какой овощ ты раскрасил пуговицами? Помидор. Какого цвета стал твой помидор? Красного цвета. Сколько на картинке помидоров? Один. Сколько пуговиц тебе понадобилось? Много пуговиц. То есть и так далее. Потом, вот, да, спасибо вам огромное за ваши комментарии, за ваши отзывы. Затем педагог проводит игру с мечом, овощное, не овощное. То есть вот в таком формате проходит. Дальше математические игры тоже очень хороши, с пуговицами. Спасибо большое, очень приятно. Четвертый лишний сюда же. Игры на формирование количественных представлений. Сколько, например, выложи столько пуговиц на столе, сколько у человека глаз, сколько ушей у собаки, сколько ножек у стола. Можно сравнивать по количеству. Отсчитать заданное количество пуговиц для зверят. У кого больше пуговиц, у зайки или у мишки. Как сделать поровну. Порядковый счет тоже. Рассказать, какая по счету зеленая пуговица, синяя, красная и так далее. Числовые домики. То есть очень много вариантов. И про пуговицы также можно составлять сказки. Вы можете взять готовые сказки. Можно придумать самим сказки. По ходу, какую цель преследуете. То есть и сказки-то могут быть поучительные. Опять же, с использованием пуговиц. Про пуговицы написано стихотворение. И как вариант тоже одно стихотворение перед вами на экране. Вы можете предложить детям прослушать это стихотворение. Можете скачать презентацию, воспользоваться этим материалом. И развивающая работа – это решение задач развития. Актуальных сегодня для данного конкретного ребенка. Данной группы детей определенного возраста. Этапа коллективного развития. Для детей данного учреждения. И так далее. В ходе решения этих задач ребенок обретает новые способности. Навыки, умения. Развитие тех или иных способностей, качеств, умений ребенка происходит в том случае, если взрослыми созданы определенные условия. Создание и реализация таких развивающих условий составляет существенную часть профессиональной компетентности педагога. И предлагаемые пуговичные игры помогут разнообразить возможности развивающей работы. Спасибо за внимание. Всех благ. Жду вас на наших вебинарах. И спасибо вам огромное за ваши отзывы. Для нас это важно, ценно. И будем стараться дальше предлагать вам и интересную, и полезную информацию. Продолжение следует...